привет тебе друг в этом видео я покажу где и как скачать бой студию как ей пользоваться на базовом уровне а также покажу свои настройки или расскажу про них как записывать видео на пока и как запустить стрим на youtube настройки бой студия которые используя сам подойдут многим всем приятного просмотра и хорошего дня итак друзья всем привет вы на канале байл стрим с вами по-прежнему михаил и решил таки записать такое видео познакомить кого-то с б с студию почему используя именно ее ну она мне больше нравится по настройкам по гибкости своей и так далее пользовался стрим лапсу б сом в комментариях как-то не написали когда символ роли как стрим через видеокарту можете смотреть может быть кому-то на пользу придет написали почему я показываю стрим лапса в описании стоит тобой студия объясняю для тех кто этого не понял а стрим лапсу bs и бой студии имеют идентичные настройки технически то есть они с простыми словами одинаково визуально да конечно это все по-разному но стрим лапсе как помнил б с напичкана слишком многого ненужного знаю софта что ли каких-то украшательств и так далее оба ска по мне она такая более гибко если ты хочешь это добавить ты добавляешь не хочешь она не не будет добавлена та или иная проба поэтому как то так ну и плюс еще по моим замеркам она оба студия есть меньше ресурсов на стриме или там при записи так вот начнем с того что где скачать все ссылочки которые буду говорить их наверное тут будет парочку закреплю в описании мы заходим на официальный сайт open broadcast software это условно-бесплатная программа для записи для стримов с пока либо там сплой каких-то там до playstation с бокс и так далее вот позволяет стримить записывать видеоигры и так далее вот выбираем прежде чем да опять же скачать установить мы с вами смотрим на вашу систему разрядной системы у меня стоит 64-битная операционная система до делается это право кнопку мой компьютер заходится свойства у меня windows 10 64-битная разрядная система далее выбираем мы с вами какая у нас операционная система сама apple и lunex либо windows скачиваем установщик тут есть отдельные установщики да там какие-то 32-битные там через бит торрент осуждая закачать zip там так далее я скачу установщик и выбираю примеру там 64 вот видите 64-битная система вот в экзешники даже написано если вы хотите скачать там 32-битную систему то естественно вы выбираете 32-битную систему также на главной странице она была изначально вам посоветовать сказать что тут есть какая-то документация по отдельным да там как добавить скрин как там сделки это база настройки источники если вам что-то станет непонятно из данного видео как использовать базовые настройки можете ознакомиться скажем так собственно ручно вот после того как вы скачали определить с системой с windows и так далее вы устанавливаете жмете все далее 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 а выбираете куда диск садис д но я делаю все по умолчанию диск с у вас вылезает открывается такое окошко сразу мы можем в принципе закрыть идем на ярлык где у нас отобразился после установки ps да на рабочий стол и ищем ярлык вот например 32-битной системы делаем ищем расположение файла где он у нас находится находим экзешник это то есть исходный файл скажем запуска нажимаем свойства выбираем совместность совместимость ставим галочки отключить оптимизацию на весь экран или а и запустить программу от имени администратор ну вкратце вкратце закрываем скажу следующее что настройки почему я также ставлю отключать оптимизацию а весь экран и запускать программу первый пункт отключить оптимизацию а весь экран у меня был связан с играми я не помню каком этапе и в каком году это может быть месяцев 8 назад обновление windows привело к тому что игры некорректно у меня отображались в бске или что-то там как-то они не своем экране разрешение показывались что-то что-то такое было связано и я нашел на просторах интернета что в играх как и в программах надо отключать оптимизацию а весь экран вот далее почему запускаю программу от имени администратора также были мне проблемы что не мог захватить или установить в источник какую-то окошко то есть это либо игра либо это медиафайл либо это еще что-то поэтому опять же на просторах интернета было написано что галочку зафиксируйте на запуск от имени администратора а дальше информации и каких-то проблем не поступало с моей стороны после установки данных двух галочек вот это это важно следуем далее далее у нас открывается сама bs когда мы запустили поставили галочки скачали все нормально меня стоит 32 битные но запись конечно я через вот 64 бита просто как бы для обзора да не подумать что почему я 32 запустилась у меня систему 64 нет просто мне надо как-то записывать и обозревать данный продукт нас открывается сама bs к мы что следуем каким базовым настройкам вот эти все окошечки плиточки вы не обращайте внимание у вас будет немного по-другому сразу предлагаю если вы новичок пользователь выключите режим студии далее допустим док панели если вы допустим вот у вас сцена источник микшер перехода управления статистика это все вот эти вот окошки вы можете при зажатой левой кнопки мыши вместить туда куда вам удобно скажем туда куда вам надо после того как вы это сделали а выбрали какие вам надо там источники звука источники сцены сами сцены статистика где вы будете смотреть при стриме там потери кадров или какой-то битрейт в общем такая небольшая статистика мира я сейчас ее уберу что но наглядно было да и доки панели фото статистика раз убрал заметили да раз поставил вот вы можете зафиксировать данные доки зафиксировать интерфейс раз нажали его уже перемещать не можете следующее следующем идем настройки друзья скажу так от себя по своему опыту ну и в принципе вообще своей мысли что настройки они базовые на том уровне пока вы не начали записывать или стримить потому что как только вы начинаете стримить или записывать у вас может там ну не знаю системы не вытянуть либо не зафиксировали как-то окно источника которого стримите примеру эта игра давайте будем говорить на уровне игр до либо еще что-то поэтому всегда это все приходит с опытом вот я применяю справку ютюба в некотором случае да по поводу настройки битрейта там разрешение также закреплю в описании под видео чтобы вы могли пройти и ознакомиться или какие-то вопросы вам будут интересны или вы будете не знать каких-то вопросов можете здесь все увидеть да это официальный источник youtube справка сидела давайте поедем с общих настроек и по пунктам я буду немножко скажем так говорить свой ход мыслей вы уже отталкивать от своих возможностей или своих соображений применять их или не применять может быть вы примените потестируйте потом скажете да нет что-то мне не подходит я давайте к изменю ну примеру то в общем зашли мы вообще настройки убираем какой язык вам нужен выбираем система будет арчи dark dark идет по умолчанию не она кстати больше нравится я не знаю какая-то она в глаза не кидается более приятное что но вы выбираете опять же по своему вкусу арчи либо систем система такая ну видно все белое красиво вот у вас также тут по умолчанию должны стоять и галочки на вывод остальное я ничего не трогал абсолютно ничего не трогал мне здесь ничего в принципе и не нужно по поводу вот этих галочек которые ставят вывод да и тут написано показать окно подтверждения показать окно подтверждения показать окно подтверждения там так далее вот автоматически включать записи во время трансляции но это вообще вас должно быть 2 пока наверное как я думаю потому что на одном это жестко стриме через видеокарту пример записывать через процессор либо наоборот либо 2 пока конечно у вас разгрузить систем но окно подтверждение это когда вы нажимаете к примеру вкратце запись у вас такое окошко вылазит вы согласны да или нет либо оставить записи согласно да или нет просто подтверждать еще в один окне я не думаю что это нужно поэтому все убрал остальное все по умолчанию далее вещание об обрезка она как бы до стримит ри стриме то то есть не ри стрим стриме то дает ключ потока и выбирайте вы платформу то есть вы определяете на какой допустим будете платформе стримить пример я основусь на ютюбе и то есть и twitch это есть и гудгейм это есть и стрим не стрим а стим простите оговорился steam микшер вас как-то там в общем полно при стримы от фейсбук даже есть еще и вконтакте ри стримы что это такое ри стрим это как-то отдельная платформа который позволяет вести поток на все вот эти которые я сказал платформу давать и ну как бы разово то есть вы можете не только на эти поможете на все существующие платформы при стриме вот я выбираю в общем-то youtube где взять ключ потока здесь я выставляю при море то есть по моему это основной в английскими населенного вроде как я понимаю это основной сервер это как дополнительный запасной вот если у вас что-то лагает там и так далее может попробовать запасной использовать но опять же все тестируйте я ставлю при мари и не парись лишь потока вот у вас . поток где вы взять на ютюбе идете вашего бс ой бс говорю ваша студия творческой на ютюбе и прям вот в главном окошке у вас есть копировать этот ключ трансляцию укажите в настройках вот копировать берете копируете сюда вставляете применяйте все просто все вот у вас уже скажем так готовность трансляции можно запускать да но опять же не забывайте что сейчас мы проведем еще тонкий настрой ну не тонкие настройки а настройки в бс ки прежде чем запустить вообще трансляцию и также вы здесь должны что-то сделать а в самой студии творческой да на ютюбе вы тут должны сделать изменить там описание картиночку плейлист теги там и так далее то есть понимаете да а потом уже запускать но по сути мы уже синхронизировали скажем youtube и бс q далее идем вывод тут очень много важных факторов опять же которые должны подходить каждому индивидуально ну то есть зависимости от вашего компа я предлагаю сразу начинаю с расширенного нет простого с расширенную например вот простой выставили поставили запись можно и так расширенным более будет уже по пункт на и вы можете отталкиваться от справки ютюба гугла такие настройки битрейта вам применять примеру у вас четырехъядерный процесс дать предположим четырехъядерный процессор не такой мощный возможно даже старенький а видеокарта у вас примеру но 1060 6 гиговый или 1080 или 9 как на 980 960 до 780 770 как у меня было я сейчас основусь на джефорсах не на родионах к сожалению с орденами я не могу вам ничего подсказать так как я их не использовал именно в кодировках кодировщик да не записывал через них меня только процессор и nvidia вот пример у вас 700 там 80 geforce предположим процессор четыре ядра чтобы я применил звуковая дорожка ставлю один ни в коем случае там не 2 не какая-то один мы сейчас настраиваем поток увещаний да то есть с прямую трансляцию стрим выбираю звуковую дорожку 1 выбирая in виде in veng это новенький кодировщик который по моему в этом году вышел кодировать он позволяет начиная с видеокарты geforce то ли 650 или 660 я так на скидку говорю но точно какая-то из этих видеокарт потому что у меня ни одно ни другое не было но по заверению где-то в интернете я искал также информацию сдался вопросом начиная именно с какой-то 600 серии вам позволено скажем так стримить но новый кодировщик тоже такая двоякое присутствие он как бы есть но была такая информация что чисто только с новых видеокарт начиная с 10 серии 1066 гигового 1070 нет я думаю что если он новый кодировщик а старый выбран то начинаешь 6 ну 600 и серия вы можете стримить 650 660 давайте будем отталкиваться опять же от google справки которые рекомендуют себе то есть постоянные источник как битрейта управление питает постоянно далее я бы допустим стримил 720 до у меня четырех ядерной видеокарта 1060 или там 780 начал бы стримить 60 кадров 720 до стрим идет через через видеокарту ставим с вами максимальный 6000 далее вам станет понятно почему 6000 про себе мы поговорили но у нас будет в итоге все-таки переменами битрейт далее интервал ключевых кадров а интервал ключевых кадров нас советует прогрессивная развертка 2 бикадра один отпорный кадр а частота ключевых кадров рекомендуем 2 максимально 4 значит здесь мы ставим а 2 а 4 здесь выбираем видеокарту через которым кодируем то есть нулевая это нашей который стоит если у вас слайд режим значит ставите вторую один если у вас основная видеокарта ставите на максимальное количество кадров и и кадров 2 как опять же рекомендует у нас google справка то есть youtube вот 21 опорный вот кодирование что-то там арифмически туда же описание есть если опять же захотите ознакомьтесь более подробно значит себе растаем битрейт мы поставили под 60 fps 720 если система ну я не думаю что система опять же новая видеокарта позволит вам 60 fps стримить картинка у вас будет более динамично вот если вы стрим через процессор у вас там 68 ядер то учитывайте тогда ресурсы оба ски ресурсы самой игры и там уже отталкивайтесь потому что нету определенного знаете как определенных настроек чтобы я допустим показал сказал вот смотрите мне настройки все они работают на всех пока нет такого не будет если вы стрим через процессор обязательно отталкивайтесь от того насколько загружает игра ваш процесс отдельно загружая допустим bs к замерки да если у вас игра процессор о игра и оба эска и все источники в байске все это вместе нагружает процессор до 50 вы можете смело стримить то есть вы можете выставить уже неже а full hd да у вас еще поднимется загрузка на процессор поэтому вам надо найти такую середину золотую вот далее выбрали битрейт кадры что мы здесь здесь делаем ставим максимальные качества через видеокарту приставим хайн хайн майн я задавался тоже этим вопросом хай на это как бы оптимизация профиля что ли под более новой системы а майн это как бы синхронизация что ли под более старой системы честно сказать я стремлю вообще без профиля у меня там другие настройки совершенно я стремлю вообще без каких-либо профиль вот пробую майны хай на разницы не вижу поэтому ну давайте оставим на хайн чтобы было как бы синхронизация оптимизация под более новые системы профилей тогда это что-то тут новое уже предугадывание поставили психовизуаль психовизация какая-то я оставляю все по умолчанию заморачиваться с этим не стоит если вы хотите допустим почитать тут написано включая динамические кадры если отключена кодировщик забыта сколько количества кадров казах параметры максимальное количество кадров они у нас стоят то есть нам этого не стоит далее идем запись на записи друзья на записи мы можем все то же самое сделать а используя кодировщик потока то есть то что мы выбрали здесь да мы можем использовать принципе и здесь вот так бах и все единственный тут момент какой файл вы хотите записывать это flf как он филы и mpeg move mpeg и move не забывайте что тут есть предупреждение по поводу этих двух форматов до скажем так если у вас обрыву сети то есть интернет включили свет вырубили а вы записывали при этом ваши файлы вы потом просто удалите вы не сможете их восстановить проходите пример какую-то игру сохранились перезаписали сохранение таких болеем а мне вырубили света файл не могу сохранить и сохранение уже в игре да как бы перезаписал учитывайте этот момент если вы используете филги вы можете принципе его восстановить там как-то этот сам файл то есть завершить а потом склеить примеру оборвался у оборвалась его запись таки бах есть отрезочек какой-то пошел сохранение дальше проходить потом это где-нибудь программе склеили два обрезка все у вас полный файл нормально все работает но я используем пак 4 не знаю с таким проблем я не сталкивался не хотя было но это уже не об этом видео мы используем пак 4 для меня мне так проще мне так удобней не заморачиваться выбрали поставили используем кодировщик на уровне потока выбираем обзор куда мы будем сохранять обязательно не забывайте формат записи и и еще вот один момент если вы записывать опять же видео и вы будете обрабатывать видео да там вырезали подрезали там хотите звук как-то улучшить микрофонов всякими там обработками и так далее записывайте на две звуковые дорожки до 1 у вас будет игровая с игрой чисто звук по игре не вас будут слышать звук по игре вторая будет микрофоном здесь ставим две галочки я потом дальше покажу как отдельно все сделал но при записи если вы будете обрабатывать ставите две галочки если вы не будете обрабатывать значит убираете вот так ставите одну галочку но лучше поставить 2 используем значит кодировщик потока если вы хотите записывать при 720 вот тоже важно при 720 но записывать вы хотите в 1080p то есть full hd тогда выбирайте так invidia nveng выбирайте перемасштабировать там более вы поняли да в большего разрешения но битрейт при записи опять же поставьте больше не забывайте проект вообще битрейт по сути при записях по своему опыту скажу что ставлю всегда больше и общался со стримерами они стать всегда больше потому что качество картинки идет лучше при большом битрейте до боли ты записываешь у тебя не должно ничего подвисать там лагать все это идет на пока в отдельный источник то есть в один источник но при заливке на youtube у вас все равно это все дело у жмется у режется и так далее скачу свою трансляцию смотрю настройках на допустим при трехчасовом стриме у меня файл там ну к примеру 2 гига вылазит а себя буду записывать ну и качество естественно да там соответственно если я буду записывать при таких же настройках видео то у меня будет там не 2 гига там будет на порядок так гигов 10 сам файл занимать вот поэтому при записи старайтесь конечно выставлять больше битрейт и делать то точно такие же настройки как при потоку если вам это в тягость то тогда используйте кодирующих потоков но две звуковые дорожки дальше аудио аудио также мы ставим смотрим а битрейт поток который рекомендует справку youtube битрейт поток из 28 килобит 128 килобит на две дорожки все поставили закрепили я надеюсь я донес до вас мысль чтобы было всем понятно закрепили сразу далеко не отходя мы сейчас я вам скажу сейчас связаны эти две звуковой дорожки при записи когда вы записываете что-то или примеру вы играете там допустим на стриме у вас идет звуковая дорожка все в едино вы передаете сразу звук у вас и игра и микрофон идет один из точек если вы решили что-то по летсплеить записать какой-то видосик код сейчас примеры записываю видосик общаюсь с вами излагая свой ход мыслей знакомлю кого-то с каким-то настройками базовым я записываю следующим образом меня стоит микрофон у меня стоит источник воспроизведения если вы заметили а то у меня чтобы запер а это не эти настройки сейчас я покажу у меня же дел бы ски вот чтобы вы заметили я записываю так источник воспроизведения это я иду на первую дорожку а источник микрофона идет на вторую дорожку то есть случае какой-то корректировки или обработки микрофона программе пример про я могу голос там изменить подрезать там или видосик в полный вырез то есть он не смешивается с основным файлом видеофайлом где также присутствует какой-то звук вот но это делается при записи если уже примеру такие все я по летсплеил буду стримить опять же убирать с первой дорожки идете включайте на вторую и записывайте на две дорожки так с этим разобрались следуем дальше по настройку здесь здесь какие моменты важны для меня частота дискретизации и каналы стерео да что у нас здесь важно справку youtube нам поясняет что частота у нас должна стать 44 килогерца дискретизация обе трейд а мы выставили 128 но тут через галочку стоит стерео я такой же скажем был неопытный также учился и смотрел тоже видосы читал как настраивать скажу от себя по своему мнению по своей практике по своему опыту что здесь следует и следует оттолкнуться от справки youtube справки которую я вам сейчас показал на также закрепляется она под видео ставить рекомендую 44 а канала стоит стерео когда я учился до небольшое предусловие некоторые обзорчики рекомендовали ставить моно якобы говорит это классно там для микрофона ставьте моно я думаю что ни черта подобного здесь не надо ставить моно потому что микрофон у вас настраивается отдельно абсолютно а чтобы у вас видеофайл сама игра которую показываете не сливалась в полный бубнешь с микрофоном единое вот это моно моно состояние надо ставить стерео чтобы блин хотя бы ну вы понимаете да что комонный стерео режим это когда идет звук просто плотником с одного как бы один и тот же когда работа стерео справа слева шаг там или стрельба это влияет я считаю на техническая составляющая но никак не микрофон я тоже долго путался не мог понять почему так они моно рекомендуют частота десертизации и и битрейт аудио 128 почему опять же я использую по справке ютюба потому как заходя на свой стрим через телефон старый у меня не воспроизводился звук поэтому ставьте так как рекомендует youtube да есть такое есть кого-то вообще нет телефона есть кого-то старенькие могут youtube смотреть но если там битрейт завышенный или частота завышена они не могут слушать не смогут просто услышать вот не забывайте что ваша аудитория это и только вы сами но и все остальные люди и у всех свои разные скажем так устройство далее мы ставим динамики мы уставляем свой микрофон через чем будем говорить после того остались настройки по умолчанию мы применим да у нас появится здесь источник микрофон и источник медиа вы можете вертикальное расположение можете горизонтально как вам удобно далее аудио далее мы едем видео да у нас видеокарта 780 908 750 и так далее да а вещание мы с вами настроили 6 тысяч килобит 720 60 fps of базовое разрешение мы оставляем такое какое есть у нас у монитора это ваше базовое разрешение допустим вас 1300 там или 1400 900 к примеру и стандартно здесь мы выставляем где мы отталкивались от источника какой мы будем ставить поставили по поводу килобита диапазон вы поставили 6000 значит мы хотим стримить 720 60 кадров либо 1080 это full hd но 30 кадров понимаете да максимальный битрейт у них одинаково только здесь будет более динамичная картинка здесь более высокое разрешение понятно да а уже 60 кадров у нас идет 9000 поэтому мы остановимся к примеру на двух из этих пунктов 720 60 кадров что мы делаем выставляем 60 кадров метод launch social советую ставить 36 выработкой четко масштабирование и так далее я никогда не игрался с этим ничего не по совету ставлю по умолчанию и все и не парюсь базовое разрешение мы с вами ваша оставляем то который на мониторе а вот здесь и мы уже под себя выбираем какой мы хотим использовать вот эти вот параметры допустим мы берем копируем или вручную убиваем а и а мы не можем ставить ну давайте я так вручную пробью еще 280 примеру так это мой переход вот на 720 хватился все мы стримим в hd качество до никаких проблем но если мы записываем то у нас также будет hd качество чтобы не было же качество мы что делаем с вами правильно мы хотим full hd запись мы идем сюда нажимаем и бахаем full hd поставили с этим разобрались идем дальше горячие клавиши горячие клавиши советую конечно начальном этапе не заморачиваться с этим потому что как вы опять можете заметить здесь у меня стоят всякие разные источники вот к примеру да на которые я переключаюсь то есть 9 а переключить на другую сцену 80 лет там мы один и так далее советую вам не заморачиваться но тут ничего сложного потом с опытом придет и вы поймете как все делается далее мы идем с вами расширенные вот очень тоже есть такой важный пункт который я считаю незаменимый до стрель для стримерского скажем так дело кто-то его даже и знаю в обзорах не показать не объясняет ничего не поясняет не на каком-то этапе тоже люди добрые подсказали те же стримеры которые обменивались опытом сказали мешали вот тут настройка есть попробуя я хотел простыми словами декодировать свой поток то есть не full hd а ультра hd то есть я хотел стримить скажем так 2к а монитор у меня full hd и у меня там синий экран стрим вырубала я не мог понять почему сейчас я вам покажу где эта настройка находится ставим значит по пунктам приоритет процесса средний либо выше среднего down то есть ваш компьютер процессор будет выдавать ресурсы выше среднего показателя на обработку там или на работу данной программы оба и студия рендера по умолчанию того формат по умолчанию с того пространство ставим 709 разницы особо не заметите но 709 более красочным будет а у вас а цветовой диапазон ставим частичный не ставьте полный полный диапазон с того и загружает вашу систему я понимаю что кто-то стрим через и видеокарты скажет да я не замечаю туда стримки ради бога но например через процессор если оставлю данным пунктом для реально работает то есть вот этот пункт у меня просто загружает на 15 20 процентов от частичного разница так далее где этот данным он находится про который оговорился не кран ставим сеть по умолчанию и выставляем динамически изменять битрейт для управления перезагрузка сети вот именно на этом этапе некоторых вылетают синие экраны либо у меня вырубался стрим когда пытался декодировать дальше я сейчас пытаюсь ну скажем так тестирую включить всего оптимизацию смотрю как трансляция плавными плавно можете и вытащить но обязательно включите по умолчанию либо выберите как рекомендуют некоторые там да тоже обзорщики там выставите свои пи адрес там и так далее знаю разница вообще нету выставить что свои пи адрес или используешь по умолчанию меня например и пи адрес динамически всегда изменяется поэтому ставлю по умолчанию выбирая динамический битрейт и включать его оптимизацию но по факту можно использовать и у меня к примеру декодирование после у данных пунктов пошло нормально то есть я использовал нормальный стрим он мне не оборвался у кого-то был синий экран если сейчас этот человек смотрит я надеюсь он пишется в комментариях что когда мне посоветовали я также посоветовал включи говорю данную настройку он говорит блин у меня были синий кран и бах пропали вот такая вот маленькая незаметная хотя что она по факту делать я вам объясню статичные сцены к примеру ведьмак играю стою на месте играю в карту у меня стоит максимальный битрейт 9 тысяч до 2 справки ютюба меня стоит максимальный 9000 хотя максимальный рекомендуют стоит 18 я декодировал в 1440 60 кадров вот вот моя трансляция сейчас на данный момент даю место и 9000 мне этого хватает то есть видимо стоит играть в винт примеру у меня не 9000 битрейт и с а там мир 4000 5000 начинаю движение он начинает короче до потолка до 9000 который я выставил выставлю 18 будет больше но друзья всегда учитывайте что у вас ну как у меня например не так много средств на какой-то второй стрим пока карту захвата и так далее какой бы там битрейт не завершал через видеокарту через процессор 15 18000 хотя могу позволить вся вот эта трава мелкие листва там какие-то мелкие частицы видео игре старайтесь при стриме убирать потому что они папа факту просто мы лет не старайтесь завышать какие-то параметры но старайтесь убирать и мелкие частицы какие-то они не нужны и стриме не через видеокарту через процессор тем более далее я еще хотел с вами поделиться кто как захватывает видео игру и так далее мы нажимаем с вами сцена плюсик вот сцена 3 я уже выбрал сцена 2 далее выбираем с вами захват игры до нажимаем я уже выбрал захват игры просто сворачиваем это дело запускаем к миру ведьмачка еще запущу покажу вам что как хотя бы это все выглядит у вас допустим один экран а к примеру запустили игру вы в главном меню alt-tab нажимаем очень сворачиваем игру не закрывая далее идем сюда нажимаем захват игры далее у вас свойства будут ну вот примеру примеру смотрите у вас вот вылезла у таку примеру до захват игры расформировать подогнать по размеру экрана можете за ушко потянуть примеру да зафиксировали это окошко чтобы уже она никуда не двигалась заходите свойства игру не видит примеру вас игра свернута делайте захват отдельного экрана выбирайте игру ничего по умолчанию у меня тут все стоит ну не включайте все по умолчанию то есть оставьте захват сторонних оверлайф я не считаю что это нужно типа блин мой друг зашел в игру там и так далее ну зачем это хотите ставьте нажимаете ok все при стриме на одном мониторе или на двух мониторов советую выключать даже при записи советую выключать предосмотр то есть вы нажали запись начать или трансляцию выключайте просмотр сворачивать и разворачивать игру и наслаждаетесь если вы хотите удостовериться а работать ли у меня игра подключился там все зайдите телефон откройте час спросите у у зрителей ребят как картинка видно ли вам все слышно ли вам все это все как бы очень просто делается в общем то видео я думаю можно заканчивать она подошла у нас с вами концу вот базовые настройки я вам показал применил если какие-то будут вопросы там не вопроса там что-то может быть еще хотите узнать пишите в комментариях поделимся с вами каким-то опытом дискутируем и делах разумного в общем туда друзья закончили мы на этом наш обзор об студию где скачать как скачать как установить сцену с игрой как начать запись что использую и так далее всем желаю хорошего настроения хорошего вам дня здоровья с вами был михаил канал bail stream всем до новых встреч пока